Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня в маленьком, коротком видео я расскажу вам о соде. Конечно, вы много видео о соде, наверное, смотрели, читали книги, но сейчас кратко, а потом подробное видео более я сделаю обязательно, я расскажу вам про два самых важных нюанса, вернее, три. И расскажу вам, как правильно пить соду, и для чего, и как ванны содовые принимать, опять-таки, зачем. Но перед этим я хочу предупредить вас, конечно, многие из вас это знают, но повторение мать учения, имейте в виду, что та сода, которая сейчас продается в магазинах, вот характерная вот эта упаковка, известная с советских времен, сейчас нет химически чистой соды по ГОСТу без добавления различных химических присадок, против слеживания там и так далее, которые по разным причинам, не будем об этом сейчас говорить, добавляют теперь, и даже если написано сейчас ГОСТ, не верьте, это совершенно не так, что она химически чистая. Поэтому многие люди об этом знают, им приходилось заказывать за границы эту соду. Кстати, в конце я расскажу, какая у вас теперь есть возможность облегчить себе задачу в приобретении химически чистой полезной соды. Итак, сода – это бикарбонат натрия, она действительно полезна в определенных смыслах. Об этом писал Ньюмывакин в своих книгах и рассказывал. Безусловно, он прав, он логически обосновывал, почему и зачем. Агулов, многие современные деятели там науки и лечебных сфер говорят об этом, и они верно говорят. Тот же Симончини, обязательно посмотрите про этого итальянского врача-онколога, который лечил, но ему сейчас не дают это делать, и рак, в том числе соды. Но давайте сразу поясню, чтобы у вас не было невежества в этом вопросе, это крайне важно понимать. Сода – это не какое-то чудо, это щёлочь, и в этом заключаются её лечебные свойства. Наш организм, многих людей, особенно кто ест животные белки, варёную жареную пищу, закисляет свой организм, а все среды нашего организма какие, скажите. Я в своих лекциях по крови говорил про это. Щелочные, ну, например, спинномозговая жидкость, лимфа, слюна, естественно, это кровь, она 7,43, и до 8,5-9, как, например, желчь наша, либо панкреатические соки, да. Поэтому только желудок имеет кислую среду, как инфекционный барьер на пути попадания инфекции в наш организм белковой природы, я имею в виду вирусы, грибки, бактерии, ну и, конечно, для переваривания в том числе белков. Вот, поэтому защелачивание имеет свои огромные плюсы, если только это не химические, не чистая сода, и если не огромные количества. Сода, дорогие друзья, показана при ряде проблем. Подробнее об этом будет у меня ссылочка дана под этим видео. Но скажу сейчас, что даже в реанимации она используется после тяжёлого ацидоза, то есть, допустим, в течение 10 минут после начала реанимационных мероприятий, потому что до этого времени по аж крови можно удержать близкой к норме, вот к этой 7,43, да, только за счёт гипервентиляции. Вот дальше ацидоз нарастает, и тогда будет эффективным. Опытные реаниматологи знают, вводят тогда 0,5-1 ммоль на килограмм на вот эту первую дозу. Ну и так далее. Не буду об этом подробнее. Потом посмотрите моё видео с зубы. Я там даю рецепт, как самостоятельно можно приготовить прекрасную зубную пасту с использованием соды. Обязательно используйте только химически чистую соду. Пить соду можно только химически чистую. Категорически нельзя пить с примесями. Да, ещё, если вы используете соду в кулинарии, например, для выпечки хлеба, подъёма тестера, как разрыхлитель, используйте только химически чистую натуральную соду. Не убивайте своё здоровье. Это уже категорически важный момент. Поэтому раньше многие люди в магазины обращались, в различные интернет-магазины за рубежом заказывали. Кто-то из заграничных поездок привозил. Сейчас есть простая возможность, об этом я сам в конце видео скажу, и мои старые зрители, и мои клиенты будут этому рады, я так полагаю. Переходим ко второй части. В ванной. Зачем делать содовые ванны? Во-первых, не всем можно соду внутрь. У кого-то есть проблемы с ЖКТ, особенно с желудком, язвы и так далее. И здесь действительно есть проблемы с потреблением соды, по крайней мере, в начале. Да, и соду, кстати, внутрь потреблять не надо постоянно. Онкобольных достаточно месяц, изменив, конечно, своё питание, образ жизни. Всего лишь месяц, хватит. Но кто не может потреблять соду внутрь, такие люди есть по разным причинам. Сейчас не будем об этом, потому что договорились, ролики у меня короткие сейчас выходят. Так вот, можно делать в содовой ванной. И вы тогда будете защелачивать свой организм через воду. То есть, во-первых, вы будете очищать свою кожу. Она будет более мягкой, эластичной, бархатистой. Лучше будут впитываться разные мази крема, те, которые могут пройти через эпидермис. Есть определённые вещества, содержащиеся в некоторых кремах и мазях. Это будет лучше. Но, естественно, очищение лимфы через кожу будет лучше проходить. И, конечно, защелачивание организма через всю поверхность кожи, безусловно, будет. Так вот, как правильно делать ванну? Берёте кастрюльку литров 5-7. Туда насыпаете соду. Тут уже можно сэкономить и не обязательно химически чистую соду, хотя, конечно, лучше её. Ну, можно обычную из магазина. Насыпаете килограмм. И килограмм соли. Килограмм соли обычной, не обязательно гималайской, либо другой, но и дорогой. Обычной, самой дешёвой. Размешали, налив кипятка. Туда можно кипяток. Размешали, погасили, да? Приготовили ванну себе, тёплую, но не очень горячую. Налили в ванну, размешали и минут 20 лежите. Можно каждый день так делать, если есть серьёзные какие-то заболевания. И когда вы не можете ощелачивать организм через приём соды внутрь. Ну, соответственно, вот такой вам дам совет. Значит, когда-нибудь я сделаю видео более подробное, где всё это досконально опишу. Но вот эти уже советы, короткие, помогут вам оздоровиться. И, по крайней мере, в общей методике, системном подходе к лечению дадут вам плюс. Я в своих консультациях на прессонка больными всегда рекомендую именно делать содовые ванны. И небольшое короткое время, если позволяет его состояние диагноз, потреблять внутрь, но не более месяца. Этого достаточно, когда человек переходит на живую пищу, потребляет достаточное количество свежих соков овощных и зелени. Да, когда он ест много салатов, то есть той пищи живой, которая ощелачивает организм надобности в соде, как в защелачиватель. Нет постоянной, но вначале, да, абсолютно логично и верно. Что же, дорогие друзья, из напоследок я тебе перескажу ту хорошую новость. Я больше года искал, где же можно взять качественную соду. Самый лучший производитель из США, мы его всё-таки нашли. Теперь эта сода у нас есть вот в таких расфасовках больших, вот в таких расфасовках маленьких по 454 грамма. Это чисто американская расфасовка. Это уже, так сказать, отечественная расфасовка. Так что можете спокойно заказывать на нашем сайте nadgar.ru в разделе сода. Собственно, можно набрать, там есть такая лупа в поиске сода. Набираете, попадаете, сразу видите товар. Постоянные наши зрители знают. Теперь у вас есть такая простая возможность, не нужно заказывать где-то из-за границы. Так, это хорошая новость. Посмотрите обязательно видео, вот под этим роликом будет тоже ссылочка, как добывается химически чистая, экологически, что называется, тоже чистая, качественная сода. Я рекомендую вам, конечно, кто еще не подписался на мой канал, подпишитесь, а главное поставьте колокольчик, вот этот вот колокольчик, чтобы вы просто видели выходы моих новых видео, потому что вам на почту будут переходить ссылочки, что вышло такое-такое-такое видео. Но не ленитесь, смотрите мое видео, практически есть ответы на все вопросы. Вот эти короткие видео будут выходить, маленькие небольшие советы, это будет удобно. Ну и большие лекции будут у меня так же, как прежде, выходить подробные для тех, кто не ленится, кто хочет узнать о нашем организме все подробно. Ну, на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и советы были полезными. Всем хорошего, до новых встреч!